Хирург-архиепископ Лука Войно-Ясенецкий Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в Крыму. Учился сначала в художественной школе, затем перешел на медицинский факультет в Киеве, который окончил в 1903 году. С 1910 по 1916 годы заведует больницей в Переславе-Залесском. С марта 1917 года работает главным хирургом городской больницы Ташкента. А в 1920-м – профессором Ташкентского университета. В 1921 году, после смерти жены, принимает сан священника. В 1928-м назначается на освободившуюся кафедру того же Ташкента. Затем следует ссылка в Красноярск. На протяжении почти четверти века он разрабатывал вопросы гнойной хирургии, обобщив в 1934 году свои исследования на эту тему в монографии, служащей и ныне настольной книгой хирурга, а также в ряде работ, изданных в годы Великой Отечественной войны. Так говорит Большая медицинская энциклопедия. С 1941 до 1943 годов архиепископ Лука заведовал военным госпиталем в Красноярске, где одновременно возглавлял с 1942 года и местную епархию, как архиерей. В 1944 году он был переведен в Тамбов, а в 1946 на родину, в Крым, где возглавлял епархию до самой кончины. В 1956 году архиепископ Лука потерял зрение. Умер он 11 июня 1961 года, и погребение его состоялось при огромном стечении верующих Крыма. В день своего 80-летия, 27 апреля 1957 года, архиепископ Лука сказал «О великих делах Божиих, явленных в жизни моей, хочу я вам говорить. Знаю, что много-много людей недоумевают о том, как я мог, достигнув славы ученого и весьма крупного хирурга, оставить хирургию и науку и стать проповедником Евангелия Христова». Думающие так глубоко ошибаются, считая, что невозможно совместить науку и религию. Это совершенно неверно, ибо мы знаем из истории науки, что даже гениальные ученые, подобные Галилею, Ньютону, Копернику, Пастеру, нашему великому физиологу Павлову, были людьми глубоко религиозными. Знаю я, что и среди нынешних профессоров есть очень много верующих людей, просящих у меня благословения. Не разубедим мы тех, которые осуждают меня за то, что я стал священником и епископом. Оставим их. Но должен я вам сказать, что и сам я считаю удивительным и непостижимым то, что сотворил со мною Господь Бог, ибо, оглядываясь на свою прошлую жизнь, я сновижу, как невидимо для меня. Господь уже с юных лет моих вел меня к священству, о котором я сам никогда не помышлял, ибо страстно любил хирургию, и всей душой был предан ей. Она глубоко удовлетворяла мое всегдашнее стремление служить бедным и страдающим людям всеми силами своими облегчать их страдания и нужды. С удивлением вспоминаю о том, что случилось 60 лет тому назад, когда я окончил гимназию и на выпускном акте получил от директора гимназии аттестат зрелости, вложенный в Новый Завет. Я читал его и прежде, а теперь снова прочитал с начала до конца. Я отмечал все то, что произвело на меня сильное впечатление, но ничто не поразило меня так, как слова Господа Иисуса Христа, сказанные Его апостолом при виде созревшей нивы. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина Жатвы, чтобы послал делателей на ниву свою. Сердце у меня дрогнуло от этих слов. Я мысленно воскликнул, как, Господи, неужели у Тебя мало делателей на ниве Твоей? Прошло много лет. Я получил степень доктора медицины за свою диссертацию «Региональная анестезия», удостоенную очень крупной премии. Я был земским врачом, целителем недугов крестьян и рабочих и находил в этом глубокое удовлетворение. Прошло еще несколько лет, и я решил написать книгу по гнойной хирургии. Когда написал предисловие, то был поражен странной, упорной, не оставляющей меня мыслью. Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа. Откуда? Что такое? Какой епископ? И тем не менее, через несколько лет эта странная, неясная мысль стала действительностью. Свою книгу «Очерки гнойной хирургии», ставшую потом весьма знаменитой, я предполагал издать двумя выпусками, и когда закончил первый выпуск, то написал на заглавном листе «Епископ Лука. Очерки гнойной хирургии, ибо тогда я уже был епископом. А стал я им совершенно неожиданно для себя по явному призванию Божию». В Ташкенте, где в то время я был главным врачом и хирургом больницы, происходил епархиальный съезд, в котором и я принял участие. И по одному очень важному вопросу выступил с большой, горячей речью. По окончании съезда архиепископ Иннокентий взял меня под руку и говорил о глубоком впечатлении, которое произвела на него моя речь. Вдруг он остановился, посмотрел мне в глаза и сказал «Доктор, вам нужно быть священником». Как недалек я был от этой мысли, призыв к священству устами архиепископа я принял как Божий призыв и ни минуты не раздумывая ответил «Хорошо, владыка, буду». В ближайшее воскресенье я был посвящен в диакона, через неделю в священника и стал младшим священником кафедрального собора. Я сразу развил большую проповедническую деятельность и проводил внебогослужебные беседы, и на диспутах с безбожниками побивал их нещадно. Через два года, четыре месяца я стал епископом, и уже в этом сане Господь привел меня в дальний город Енисейск. Все священники этого города, сверкавшего множеством церквей, и все священники областного центра Красноярска уже были живоцерковниками и обновленцами, поэтому богослужения я вынужден был совершать на своей квартире, и вот однажды, когда я собирался начать литургию, я увидел стоявшего у входной двери пожилого монаха. Глядя на меня, он точно остолбенел и даже не поклонился мне. Оказалось, что православные люди Красноярска, не хотевшие молиться со своими неверными священниками, избрали этого монаха и послали в город Минусинск к югу от Красноярска к жившему там православному епископу для рукоположения в Сан-Ира-Монаха. Но какая-то неведомая сила повлекла его не на юг, но на север, в Енисейск, где жил я. Он рассказал, почему так остолбенел, увидев меня. Десять лет назад, когда я еще жил в Средней России, он видел сон. Ему снилось, что неведомый ему архиерей рукоположил его в Сан-Ира-Монаха. Увидев меня, он узнал этого архиерея. Итак, уже десять лет тому назад, когда я был только хирургом Береславь-Залезской больницы, я уже числился архиереем у Бога. Вы видите, каким образом, как неуклонно, в течение десятков лет Господь Бог ввел меня к архиерейскому служению в трудное для Церкви время. На мне сбылись слова апостола Павла в послании к римлянам. Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Еще немало удивительного о Божьем руководительстве моей жизнью мог бы я рассказать. Но, думаю, и сказанного достаточно, чтобы все вы воскликнули вместе со мною. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok